Качество питания школьников на контроле у главы района. В ходе рабочего объезда Белоглинского сельского поселения Александр Коклин посетил среднюю школу номер 11. До большой перемены остается несколько минут. Подходит время обеда. В столовой кипит работа. Пока дежурные помогают накрывать на столы, директор школы Галина Шевченко проводит экскурсию по пищеблоку. Здесь санитарные нормы соблюдены, чистота и порядок. Продукты на своих местах, крупы на полочках, масло и мясо в холодильниках. Александр Николаевич решает взвесить порцию. Норме соответствует даже чуть больше рекомендованной. Питание должно быть сбалансированным и здоровым. Повара стараются, чтобы все было вкусно. Но ценить это смогут главные эксперты – дети. А вот и они. Прозвенел звонок на перемену, и школьники поспешили в столовую. Встретить главу района на входе не ожидали. Стесняясь, здороваются. На обед – тефтели, перловка, кабачковая икра. И, конечно, кубанское молоко. Его выдают дважды в неделю. Ежедневно в меню вносят разнообразие. Что-то мясное, гарнир, каши, обязательно овощи. Второе блюдо для всех учащихся, а для начальных классов, организовано двухразовое питание. В рационе еще горячее первое. Вспоминаю раньше, годы, может быть, пять лет назад, шесть, была ситуация совсем другая. И санитарный порядок был не на нормальном уровне. Продукты лежали, не было соблюдено соседство продуктов. Сегодня все по-другому. Сегодня, в принципе, за исключением некоторых мелочей, можно сказать, что ситуация положительная. Но, тем не менее, на этом останавливаться не будем. Будем продолжать регулярные объезды, общение с детьми. Спрашиваем, как они нравятся им, качество приготовленной пищи не нравится. Ну, в принципе, пока отзывы только положительные. После обеда ребята выбегают, чтобы успеть пообщаться с главой. На перебой задают вопросы, озвучивают пожелания, рассказывают о своих успехах в учебе. Отпускать Александра Николаевича школьникам не хотелось. Но перемена заканчивалась. Пора спешить на урок, грызть гранит науки. А селфи с главой района все же сделать успели. Далее Александр Коклин отправился в парковую зону. Здесь по программе формирования комфортной городской среды благоустраивается территория от детской школы искусств до фонтана. Строительные работы ведутся и в центральной районной больнице. Укладывается асфальт, выравнивается земля для дальнейшего озеленения. Продвигается строительство патологоанатомического отделения. Уже залит фундамент, сделано подвальное помещение, завезен кирпич, приступили к укладке стен. Напомним, по плану до конца года здание будет возведено. Сейчас активная пора у аграриев. В районе в разгаре посевная компания. В ходе объезда глава остановился на полях акционерного общества «Нива» узнать, как обстоят дела у земледельцев. Здесь уже более чем наполовину выполнен план посева озимой пшеницы. Такими же темпами идут работы в родине, а в Янтарном близки к завершению. По данным сельхозуправления, на 28 сентября озимыми зерновыми колоссовыми культурами в районе засеяны более 25 тысяч гектаров из 60 запланированных.